доброе утро так дорогие мои вы на канале приют ангелов с вами народный батюшка и я наконец-то приступаю к прочтению второй половины книжечки отца наума который называется путь покаяния мы с вами дошли до 22 главы а всего их по моему 46 или 48 но 22 глава как бы подвела итог первой половины вот этой книги где бачка рассказывает а как же мы должны существовать в этом мире как адам как нам вернуть ту роль человека который была дана адаму и заканчивалась вы помните это коротенький такой главочкой 22 вся эта часть так в чем состоит спасение в том чтобы в человеке воссиял образ и подобие божие чтобы человек стал святым добрым смиренным кротким подобным первозданному адам даже выше его подобно самому христу и стал духовным после всеобщего воскресения вот этой главой закончилась первая половина можно так сказать историческая половина обращения к истории адама и всех последующих после него значит событий но вторая половина все равно будет к этому еще возвращаться дело в том что книжечка то составлена из проповеди бачки то есть он их говорил в разное время и он всегда в проповедь закладывал так чтобы она была полноценная и уже то что когда-то и договоренно с ним то есть о каких-то вещах он в сотнях проповедей сказал одних и тех же и тем кому пришлось составлять эту книжку а потом бачки редактировать конечно пришлось вставлять и повторение вот эти поэтому я считаю это хорошо то есть по классическим понятиям написания книги это недопустимо когда человек в разных главах возвращается писатель к одному и тому же возвращается 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 но в духовной такой литературе мне кажется допустимо потому что сейчас вообще кто-то редко прочитывает полностью книжку а вот такие вот проповеди или вот такие отдельные главы если они ему встретятся отдельно то он может не все в них и понять поэтому переход наш ко второй части этой книги начинается с главы 23 я вам уже немножечко ее читал но сейчас прочитаю полностью и чуть-чуть обсудим и так человек здесь на земле должен пройти путь покаяния показать богу стремление к добру к исполнению воли божией к святости и когда мы посмотрим как жили угодники божии увидим что у них эта цель только и была спасение стяжать благодать святость стяжать мир в душе любовь ко христу и мы знаем что многие годники божии здесь на земле получили уже уверение примирение с богом получили дар усыновления благодать пресвятаго духа они находясь на земле подобно были ангелам и некоторым угодникам и преподобному сергию мы поем земные ангели и небесные человече однако человек хотя и в святости не может полностью отрешиться от телесных ус он имеет чрево употреблять пищу требуется ему сон отдых он переживает скорби болезни старится и должен готовиться к смерти но эта смерть уже у христианина не та страшная как у язычников и у животных она теперь успение на малое время матерь божия как бы уснула легким сном и прибывает теперь на небе у человека там не будет грубой природы какую он имеет сейчас природа будет духовная подобно тому состоянии какое явил господь после воскресения дверь им затворенным представ перед учениками и она глава 20 19 26 как это он предстал именно духовная природа предстала и мы таким должны стать и вот когда будет всеобщее воскресение человек быстро изменится душа соединится с телом воскреснет тело станет духовным чрево не будет пища человеку не нужна будет и в царство небесное ничто нечистое не войдет лудники прелюбодеи убийцы гордецы чародеи злые люди и всякие беззаконники которые не принесли покаяния царствие божие не войдут и никто туда сам не попадет если господь не приведет и когда мытарство проходит душа человеческая то ангела сопровождает ее потом возносит и вводит во врата небесные и она туда проходит никто не может туда попасть если не будет на то изволение божия поэтому братья и сестры живя на земле нужно помнить что мы здесь живем где для того чтобы пировать что-то созидать особенно излишне а проходим путь покаяния люди учатся в школах 10 лет 15 некоторые 25 лет а здесь мы учимся до самой смерти любить бога всем сердцем душой и помышлением учимся любить врагов учимся трудиться и смиряться и господь показал нам научитесь от меня я как роток есть и смирен сердце смотрите какое господь явил смирение перед учениками своими умыл их ноги своим причистыми руками а как он терпел всякие поношения и неправды на этом заканчивается 23 глава и как всегда я вам хочу обратить в ней внимание на две очень важные вещи которые я вот сейчас в проповедях уже затронул в нескольких значит но здесь особенно хочу просто сказать про прочитаю эти строчки человек здесь на земле должен пройти путь покаяния показать богу стремление к добру к исполнению воли божией и святости и когда мы посмотрим как жили угодники божии увидим что у них эта цель была только и было спасение стяжать благодать святость стяжать мир души любовь ко христу вот вы услышали в чем тут новшество какая цель здесь ставится как главное я вам скажу что услышали но не сильно то мы на это обращаем внимание поскольку смотрите мы с вами все живем в определенном мире где зависимость одних от других абсолютная то есть больше того вообще вон когда пришли большевики к власти они сказали что человек вообще не может воспитаться кроме как в зависимости от общества и это общество решает каким он станет и в большой степени они были правы но они говорили о сознание человека о том как через это сознание человек становится вот частью общества через обучение этим обществом своим навыкам законам правилам традициям и всему чему хочешь и и человек с такой направленностью своей успешности в обществе в том числе может быть и как сказать церковные успешности в обществе он нацелен на то чтобы показать себя перед обществом перед людьми его окружающими перед тем кем он с кем он хочет быть в отношениях как зависимости от кого-то то есть покажи себя священнику покажи себя священник епископу епископ там патриарху так и зависимости от тех кому он хочет показаться покажи себя этим захожанам какой-то важный какой-то настоящий православный христианин и все остальное блесни своими знаниями какими-то христианство я захожу на в магазин и а у нас здесь есть рядышком некоторые общинка которые делают вид что она такая общинка святых а все остальные так себе не христиане и вот одна из такой общинки тоже находится в магазине и я увидел макароны макфа и говорю да что-то цена то у них не падает а их не выносит в на снижение цены они всегда лежат по своей цене а мы покупаем только сниженную цену вот ждем самые дешевые там макароны у нас появились по 18 рублей вот мы с матушкой довольно купили по 16 даже какую-то красную цену вот для нас это макароны я понимаю что там не настоящие но дело не в этом я говорю во макфа то никак цен не снижает она вдруг таким загадочным голосом говорит еще и кошерная вся из себя и я так удивился что во первых макароны могут быть кошерные но наверное могут быть но человек носит в голове особые знания в том числе про макароны макфа чтобы показаться вот в данном случае мне что она грамотно и она понимает не только про эти макароны из чего не сделаны но еще и какой духу этих макарон имеется кстати вы сейчас спросите а что дел на перекрестить и любую пищу перекрестить и молитесь над пищей перекрестили и все кошерные машерные еще какие-то там они становятся святыми потому что нам господь послал и он любого духа снимает но дело не в этом дело в том что у нас все время нацеленность на показуху перед обществом перед людьми нашим нами нас окружающими а здесь отец на ум вдруг нам сообщает что человек здесь на земле должен пройти путь покаяния показать богу стремление к добру богу причем показать не себя вот такого грамотного не себя какого-то там особо одетого вот или должность какую-то особую имеющие или еще что-то а стремление к добру и я вам не раз говорил о том что господь посылает благодать то есть помощь свою только на доброе дело не человек если он хочет получить эту благодать на какие-то свои нужды в том числе как я вам зачитывал что даже на болячки когда вы проситесь что господи избавь меня от этой болячки а это болячка решается травами массажами это болячка решается просто питанием и молитвую то господь гневается на тех кто требует от него сделать чудо там где просто что-то можно сделать просто можно самому решить эту проблему а когда же появляется вот эта помощь божья и вот бачка нам напоминает она появляется когда богу показываешь стремление к добру показываешь почему показываешь а не делаешь добро это вопрос достаточно и простой и сложный потому что это мы с вами что-то считаем добром и это добро считаем иногда главным у меня есть в окружении в том числе в сетевом окружении как люди некоторые время от времени прямо загораются сделать добро чаще всего это у них помочь детям помочь значит многодетным инвалидам и так далее загораются что-то прямо такое вот деньги тратит сайты делают потом что-то такое показывает иногда видишь что показывает мизерные по затратам по затратам то есть если бы эти деньги были которые на сайты там или на просто просто в добро ушли это было бы больше пользы а человек потом начинает что-то вы недобрые что-то вы значит нет не делитесь деньгами на моем сайте что-то вы ну и так далее вдруг видишь что из доброго он становится злым потому что кто-то поступил не так как ему хотелось и не включился в его добро который он для кого делал кому он показывал это добро ну и в конечном итоге мы опять придем к этому же выводу что он пытался перед людьми показать это добро вот я видите какой человек у меня а люди не оценили люди каким-то образом не стали в участвовать и что давай их ругать давай их поливать и грязью там и все и всем чем попало а если бы этот человек был нацелен показать добро перед господом понимая чем ему это грозит а грозит лишением его жизни вечной как мы у бачки читаем что только за это добро вы попадаете в царство небесное и никто если бог не приведет туда не попадает если он не допустит ангелы должны привести до этого человека и ангелы оценивают нашу деятельность и господь не потому какие у нас сайты красивых не потому как мы много статей написали какие мы добрые и как много добра мы с вами сделали а потому как богу показали что бог увидел в том что мы сделали вот главное это это и главная цель и это главный судья того что вы сделали и при этом мы прекрасно понимаем что показухи перед богом быть не может тот кто думает что вот он как раз оденется по особому там говорить что-то будет по особому он таким образом и покажется богу тот глуп поскольку бог видит душу он знает для чего ты это все делаешь и говоришь и поэтому то главное это признак что ты правильно стоишь на правильном пути правильно делаешь дело когда правая рука не знает что делает левая помните эту историю это же как раз показание того раздвоение можно так сказать личности где человек материальный не должен вмешиваться в жизнь человека духовного внутри нас и не должен он оценивать духовную деятельность то есть человек материальный а этот духовный хочет попаститься а этот не духовный горния не пастись ты что у тебя у меня тут кишки болят у меня тут еще чего-то и еще какие-то эти вот поэтому дорогие мои вот на это очень внимательно обратите внимание потому что я вам все время рекомендую прочитайте книжечку всю путь покаяния потому что дальше отец на ум развивает вот это постоянное отношение с господом они с людьми как она развивается как она будет внутри нас развиваться ну и второе что я здесь хотел вам высказать это вот и вот когда будет всеобщее воскресение человек быстро изменится душа соединится с телом воскреснет тело станет духовным чрева не будет пища человеку будет не нужно здесь очень тоже глубокую мысль поскольку смотрите мы с вами время от времени ориентируемся на то чтобы понять чудеса участвовать в чудесах и больше того сами приобрести какие-то чудесные такие свойства больше того мы начинаем ценить некоторых людей за то что они эти чудесные свойства каким-то образом проявляют ну в том числе мы можем порадоваться или повосхищаться человеком что он там 40 дней не пил не ел я встречал таких людей причем даже священника одного которые под влиянием одного профессора решили что 40 дней не есть и не пить это и есть настоящий подвиг вот как как христиан должны христиане выполнять и они вошли в группу и даже добились какого-то попечения больницы над ними и они вошли в эту больницу и там группы 40 дней решили поститься вот таким образом не есть и не пить не есть и не пить якобы вот это настоящий пост причем священник который в этом участвовал он тоже прямо реально говорил о том что да вот наверное это вот именно так как христос нам и заповедовал что вот вот таким образом и те а уж профессор то который это все пропагандирует он был полностью убежден что вот только такой христианский пост и есть настоящий вот только вот один хотя бы раз вы так сделаете и у вас все в жизни будет хорошо у вас будет тело духовное будет ваша душа воссоединиться с телом к большому сожалению там кончилось смертью и даже было уголовное дело не привела ли ну правда она была и рак у нее был и в общем то он уже был такой смертельный и этой женщине как бы разрешили живи как хочешь и не привлекли к уголовной ответственности организатора всей этой группы но в конечном итоге я с этим священником через несколько лет разговаривал что ну как ну это же было издевательство во первых над телом во вторых это же не то тело которое и так должно поститься господь был в духовном теле он уже был в духовном теле хотя мы помним эту историю что он поститься до того как его распяли и входит он в дом к своим ученикам через дверь уже после распятия показывая полностью духовное тело но тем не менее мы понимаем что когда человек в чистоте такой как христос душа у него божественная она абсолютно чистая абсолютно безвенная то у него тело уже преобразовано в определенной степени в духовное и подвиги которые он творил и чудеса которые он творил они нам недоступны они нам недоступны нет время от времени мы видим в описании жизни святых что вот они это смогли сделать это но это же как чудо в том числе и неедение там наверное есть люди которые могут не есть не пить 40 дней но это будет чудо но чудо говорящие о том что этот человек духовный или просто физические у него особенности какие-то и вы сейчас сами ответили на этот вопрос это какие-то физические особенности причем их в определенных методиках похоже можно развить те же там йоги чего-то добиваются каких-то таких способов длительными тренировками что их можно закопать или еще что но относится ли это к доброделанию с которого начинается вот эта глава вы занимаетесь в это время доброделанием вам будет господь помогать в том что вы 40 дней не едите ну я думаю вы сами ответили на этот вопрос так что дорогие мои книжечку будем читать может быть не каждый день но последовательно будем читать и я еще раз прошу вас перечитайте всю путь покаяния отца на ума вот и будете сравнивать и будете уже понимать о чем мы говорим потому что лучше не со слуха вот как я вам лучше иметь текст когда я читаю и прочитывать а лучше еще заранее прочитать самому обдумать и тогда может быть даже о чем-то и поспорить можно будет со мной я допускаю я не истина господь один истина я с вами рассуждаю на эту тему а не устанавливаю какие-то здесь истины все здоровья вам радости аминь то чтобы он был пояснил и так и так это оно напитак